друзья всем огромный привет респект и уважуха от команды суммы racing team и сегодня у нас на тесте вкусняха под названием хенда sonata 2019 года ну она же и sonata 2020 давайте знакомиться ты тек собираешься писать подожди не мешай слушай давай текст писать уже то подожди сейчас секунду слушай что тут ерундой занимаешься смысле ерундой ты чё прикалываешься да это же викинги викинги это игра которая уже не первый год возглавляет мировые чарты среди военно-экономических игр стратегий более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов с развитой системой рейтингов разнообразными соревнованиями и стильной графикой строй здания тренируй воинов отправлять героев походы стань могущественным ярлом слава о котором разнесется на весь мир каждый найдет в этой игре то что зацепит именно его нас в игре прежде всего привлекают беспощадное увлекательное сражение с реальными игроками со всего мира ну и конечно же широкий выбор воинов наемники всадники налетчики фурии лучницы и многие другие в этот раз совместно с создателями игры мы подготовили мега конкурс два игрока дошедших до 10 уровня дворца получат возможность выиграть iphone 11 про ну а супер приз macbook pro сможет забрать тот кто достигнет самого высокого уровня дворца до конца января среди остальных участников розыгрыш состоится 3 февраля выиграть может абсолютно каждый поэтому качайте викингов именно по нашим ссылкам в описании к этому видео и получайте 200 голды и бесплатный щит для лучшего старта я пойду разомнусь а вам удачи господа команда суммы racing team очень редко лезет в дизайнерские дела и обсуждают внешний вид автомобиля однако здесь мы хотели бы с вами немножко поговорить ну во первых корейцы молодцы и сделали автомобиль абсолютно новый то есть он вообще не похож на своего предшественника хотя есть определенные линии которые пересекаются с предыдущим кузовом и кстати пользуясь случаем запотевание фар об этом уже говорили многие на всех сонатах практически на всех которые нам удалось повидать последнего поколения запотевают фары это полностью новый автомобиль который построен на новой платформе которая называется ай джи м пи соната у нас стало длиннее соната у нас стало ниже и соната у нас стало чуточку уже вот так вот в общем инженеры очень крепко поработали над управляемостью этого автомобиля это в принципе та же самая ситуация которая была из 70 кемри она же камри там тоже концерт тойота очень сильно заморочился над управляемостью своей новой кемрюхи сегодня мы обязательно протестируем и посмотрим действительно ли это так потому что когда мы тестировали ки оптима а это скажем так родственник практически однояйцевый близнец с сонатой то у нас к ки оптиме были очень большие вопросы ки оптима напомню предпоследнего поколения так вот что у нас здесь есть интересного конечно же дизайн автомобиля если мы посмотрим на него сбоку кажется что у нас такой вот лифтбэк однако нет у нас седан все-таки у нас седан несмотря на то что у нас такой агрессивный где у нас агрессивный профиль спортивный профиль все равно у нас седан дальше конечно же со стороны это все дело напоминает audi a7 хотя некоторые люди утверждают что-то другое но то что у нас задняя оптика это практически копия honda civic последнего поколения это факт также некоторые товарищи говорят что это очень сильно похоже на volvo пол старт дальше очень интересная фишка в задней части автомобиля команда sum racing team очень часто критикуют автопроизводителей ну как критикуют поддергивает что ли что нет крышки для открытия багажника крышки почему крышки кнопки крышка она конечно же есть а вот кнопки на ней может и не быть так вот здесь эта кнопка есть но выглядит она очень интересно смотрите раз и у нас это дело открылась но вот сука ручку блин но ручку ну поставьте вы ручку что это за коз под тойоту я не понимаю но где ручка но кнопку сделали прикольно кстати по отделке багажника здесь все просто достаточно просто здесь нет ничего такого сверхъестественного но вот сделано очень и очень аккуратно ничего вот не оттопыривается вы помните мы а волон снимали вот чтобы не говорили что мы там что-то придумываем у а волона берешь вот так вот кусок вот этой вот обивки отдираешь и смотрит что там за внутренности здесь сделано все классно вот это здесь все закрыто ничего не оголено конечно же самое время заглянуть под капот а там у нас находится в принципе обычный скажем так двигатель который к большой нашей радости обладает обычным распределенным впрыском и здесь нет никакого gdi то есть газолин дайрект инжекшн здесь вы не найдете и всем любителям газобаллонного оборудования огромный привет сюда вы можете его поставить сразу хотелось отметить что у нас есть гидроупоры капота дальше вот так вот у нас выглядит двухлитровый четырехцилиндровый двигатель здесь используется новая блатная система сиви вилл а эта система кстати входит в целый комплекс систем которая называется smart stream technology от компании hyundai вы знаете что у каждого автопроизводителя есть свой фетиш да то есть если у хонды это dream если у mazda это sky active то здесь у нас smart stream technology это определенный комплекс технологий который разными способами помогает экономить вам топлива и соответственно минимизировать вредные выбросы и конечно же hyundai не исключение они тоже должны это делать итак двухлитровый четырехцилиндровый двигатель он у нас должен выдавать 157 лошадиных сил однако на разных рынках эти цифры оказываются разные если не ошибаюсь в россии это 150 сил вот но по-моему у них этого автомобиля еще нет он будет немного позже вот наш автомобиль приехал к нам из кореи это конкретно тачка была сделана для корейского рынка и на одометре у нас 1600 километров и крутящий момент составляет чуть менее 200 ньютон метров здесь нам делать больше нечего хотел сказать что этот двигатель агрегатируется в нашем случае с шестиступенчатым автоматом в топ версиях вы можете здесь найти восьмиступенчатый робот и прошу обратить ваше внимание никаких вариаторов никаких вариаторов обычный шестиступенчатый гидротрансформатор кстати здесь немного необычная система изменения фаз газораспределения которая как я уже говорил называется сиви вилл в чем ее отличие но обычно система изменения фаз газораспределения что она делает но во первых это момент открытия клапана то есть когда у вас клапан откроется дальше высоту его поднятия вот но в этом случае эта система позволяет делать изменять время открытия клапана то есть клапан открытым может оставаться гораздо дольше что на низких оборотах позволяет экономить топливо дальше очень интересный дизайнерский штрих инженеры а также дизайнеры придумали с габаритными огнями у нас габаритные огни или назовем даже так это не габаритные дневные ходовые огни они у нас переходят вот в этот вот хромированный молдинг причем они переходят не резко а вот так вот плавненько здесь специальное напыление есть которая здесь перекрывает светодиодную ленту на сто процентов а потом плавно уходит на нет и здесь у нас уже просто открытая светодиодная лента решение как по мне интересное но я бы сделал бы здесь без перехода без вот этого чтобы но вот сюда заходила одной вот линии не было вот здесь состыков очки но да ладно дальше очень интересное светодиодное решение нас ожидает и сзади автомобиля и вот глянув на задние фары я сразу вспомнил опять-таки о том что инженеры компании honda очень сильно работали над аэродинамикой во первых здесь есть специальные ребра которые помогают направлять воздушный поток дальше под нищим они тоже максимально все сделали закрытым и максимальным плоским сделали все днище автомобиля чтобы минимизировать завихрение потоков воздуха все это дело по заявлению инженеров позволило увеличить прижимную силу нашего седана но тем не менее с этим мы разберемся сегодня в ходу господа я наконец-то все-таки попал на задний ряд сидений и сижу сейчас сам за собой мой рост метр девяносто два прошу это учесть и вот так вот все это дело выглядит сзади единственное что мне сейчас не нравится это потолок до потолка я достаю чтобы мне не доставать до потолка нужно просаживаться еще мне не хватает немного места вот там вот под сиденьем для моих ног однако я сижу обычно в самом нижнем положении водительского кресла если кресло будет немного выше там будет просторней дальше из развлечений в нашей комплектации на заднем ряде сидений нет абсолютно ничего у нас есть два дефлектора также юсб зарядка и обычный подлокотник с подстаканниками больше здесь у нас ничего нет и и и И так, господа, уж больно мне хочется прохватить на этой тачке, потому что с предыдущими поколениями, как вы помните, были у нас вопросы. И об этом мы уже с вами сегодня говорили. Поэтому не будем терять ни минуты, хотя одну минуту потеряем. Почему? Потому что мы поговорим быстренько о посадке. По поводу посадки, диапазон регулировки рулевого колеса более чем достаточный. Диапазон регулировки сидения более чем достаточный. Все, в принципе, меня по посадке устраивает. Я вспоминаю тест автомобиля под названием Eval H6. Я не знаю, вы смотрели его или нет. Мы не знаем, в какой период времени он выйдет. Там были проблемы, здесь проблем нет. Все отлично. Поехали, прохватим на ней поскорее же. Мне интересно, как она себя ведет. Кстати, камера показывает достаточно неплохо. Достаточно неплохо. Мне нравится. Только вот почему я не могу... А, теперь могу вызывать ее отдельно кнопочкой View. Brightness и контраст. Да, есть настройки камеры. Отлично. Отключаем ее. Выбираем, конечно же, спортивный режим. Нас интересует только он. Поехали! Да, сразу готов отметить, это шумоизоляция моторного щита. Не хватает ее, не хватает. У нас сейчас включен ассистент удержания автомобиля в разметке. Называется он так. И если я где-то немножко завтыкал и ухожу влево или вправо, то эта штука выхватывает у меня руль и возвращает меня на место. Возвращает же она меня на место? Возвращает она меня на место? О, да! Она меня на место возвращает. Эх! Она меня на место возвращает А ну-ка, оп-оп-оп Великолепно Ну да ладно, мы ее отключим И я думаю, что мы справимся с этим самостоятельно Мы сбросили в начале нашего теста Показания бортового компьютера Уж хочется нам узнать, сколько эта тачка В агрессивном стиле вождения Будет употреблять топливо Но сейчас не об этом Сейчас конкретно о том, как машина ведет себя На высоких скоростях Вон там у нас бодро поехал Х5 Ну что я вам скажу 160 у меня вопросов никаких нет Эй, дружище, подвинешься, нет? Так Несмотря на то, что мы находимся на Бориспольской трассе На, скажем так, единственной автомагистрали в нашей стране Все равно трафик не позволяет нам как следует разогнаться Друзья, 170 на спидометре Реальных, я думаю, 160 км в час Все великолепно, но шумоизоляция не успевает за нами А теперь я вынужден оттормозиться, чтобы показать вам Откуда Хёнде стырили дизайн жопы Для своей Сонаты Ха-ха-ха А вот он, первоисточник-то Сивик Сивик 1.5 Турбо Вот он перед нами едет Санечка, видно? Вот откуда была украдена попа для новой Сонаты Друзья, то, как ведет себя Соната на высоких скоростях Я этим очень доволен Реально, вообще, 5 с плюсом У меня вопросов к этому автомобилю нет Особенно вспоминая совсем недавний тест Dodge Challenger 3.6 на полном приводе Ха-ха, если бы я сейчас ехал на Challenger У меня бы уже руки все мокрые были От легкого волнения Да, что касается шумоизоляции Она немного не успевает Хотя вот на скорости 100 км в час Она тоже не успевает Она тоже не успевает Но я должен сказать, что и на плохой дороге Подвеска работает очень и очень достойно Да, она работает громко Да, со специфическими звуками Но я вот вспоминаю тест-драйв Того же самого Мини Да, который очень хорошо рулился Но сразу же при выезде на плохую дорогу У него были пробои по подвеске Постоянно Потому что был очень-очень маленький ход подвески Здесь подвеску не пробивает В принципе, это неплохо Кто у нас в конкурентах? Конечно же, у нас в конкурентах Мазда 6 У нас Хонда Аккорд У нас Тойота Кэмри Она же Камри И у нас, ну скажем так Родственник это Киа Оптима Ну, говорить тут вот так вот Тот лучше, тот хуже Я бы не стал Потому что в любом случае Все это дело вкуса Кому-то нравится одна тачка Кому-то другая Кто-то готов платить бабки За легендарную Тойоту Кэмри Которая годами завоевывала Свою репутацию Которая, кстати, меньше будет терять В цене из всех этих автомобилей Ну, а кто-то все-таки решит Возможно, проэкспериментировать И проехаться на чем-то таком вот Свежем, новеньком и необычном Я еще раз повторюсь Что это все на любителя Но я вот вспоминаю тест-драйв Мазды 6 Который вот уйдет на пенсию уже Какая в Мазде 6 была Отвратительная шумоизоляция И насколько в Мазде 6 были Отвратительные отделочные материалы Вот это я помню, как сейчас Что касается Хонды Аккорд Я, честно говоря, Хонде Аккорд Немного не доверяю Из-за того же самого вариатора Да, к нему можно прикататься Да, к нему можно привыкнуть Но вы знаете, что у нас Аккорд На вариаторе В нашем случае обычный гидротрансформатор Который еще у нас Оснащен подрулевыми лепестками И вы можете пользоваться С этой опцией и понимать Что там тот гидротрансформатор Который не будет любить вам мозг Вот это вот такие плюсы Итак, друзья, время наших стандартных замеров Как всегда, с помощью RaceLogic Мы сегодня с вами определим Как быстро Соната разгоняется С нуля до 100 км в час За сколько она проходит 402 метра Ну и, соответственно, как быстро Она останавливается с сотни до нуля Поехали вместе с нами Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Друзья, что касается расхода Мы сегодня обнулили показания бортового компьютера Но преимущественно катались по трассе И у нас сейчас зафиксирована цифра 8,6 литров на 100 км Однако в памяти обнаружена мной другая цифра Это 10,5 литров И, насколько я понимаю, эта цифра здесь уже хранится достаточно долго И я более чем уверен, что это примерный расход по киевским пробкам Да, я очень жалею, что у нас не получилось в свое время Сделать замеры 70 кемри Почему? Потому что владелец попросил этого не делать Из-за того, что машина была абсолютно новая Но зато мы знаем, что Соната у нас до сотни разгоняется За 9,5 секунды И так, друзья Самое оптимальное место, где мы можем вам рассказать о салоне Хёнде Соната Это, конечно же, киевская пробка Поэтому сейчас самое время поговорить о том, что здесь происходит у нас в салоне Раз, два Значит, смотрите Ну, я вам так скажу, что выполнено все достаточно неплохо Самое главное, что мы должны с вами понимать Это то, что у нас не топовая комплектация В топовой комплектации будет немного все поярче Это будет и светодиодная подсветка вот этих вот алюминиевых вставок Это будет и панорамная крыша Что там у нас еще будет? Там будет полностью цифровой ЖК-дисплей вместо аналоговых, как в нашем случае Ну, в общем, в самой жирной комплектации там будет все поярче Но, тем не менее, у нас далеко и не дно У нас есть вот этот вот мультимедийный центр Работает он, конечно, немного задумчиво То есть, вот мы нажимаем сетап Вот, так он реагирует Например, навигейшн Есть небольшие задержки И в зависимости от того, куда вы забираетесь по меню Они могут быть либо чуть больше, либо чуть меньше Подключение, естественно, телефона Телевидение ДМБ Это корейское какое-то, по-моему, телевидение Их, да У нас радио, еще что-то там есть Есть настройки Мы можем здесь, кстати, настроить под себя Опять-таки, характер нашего автомобиля Конечно же, только в рамках либо двигателя, либо рулевого управления Все, больше ни на что мы влиять не можем Давайте мы закончим с нашим Что? User's Manual on Web QR Code Split Screen У меня постоянно, кстати, идет оповещение по поводу того, что Автомобиль, который идет впереди нас Уехал, мы можем двигаться Такой необычный ассистент Что еще интересного рассказать по салону? Ну, блок управления климат-контролем По моему мнению, выглядит очень и очень неплохо Во-первых, у нас все зашито под вот такой вот прозрачный пластик У нас есть три режима регулировки Автоматического регулирования климата Если можно так сказать То есть, насколько агрессивна Климатическая установка будет пытаться удержать наши заданные параметры Правильно я сказал? Или заданные нами параметры Вот, таким вот образом мы можем выбирать режим авто Дальше у нас есть специальные клавиши Где мы опять-таки можем выбирать Либо вентиляцию сидения Трехуровневую Либо его подогрев С вашего позволения перестроюсь Потому что перед нами едет КамАЗ Прям точно такой же, как в фильме Поворот не туда С большими, длинными и страшными бревнами Здесь у меня возле правого колена Находится селектор управления Автоматической шестиступенчатой трансмиссией Я повторюсь, здесь стоит обычный гидротрансформатор Выполнено все это дело в таком минималистичном стиле Ну, я должен сказать, что мне эта тема не очень заходит Я все-таки люблю, когда здесь на автоматической трансмиссии Используются мощные такие рычаги Вот такие, как используются, к примеру, в Audi Q7 Либо тот же самый Dodge Challenger Это, в принципе, модно Но, как по мне, скучновато Дальше, что касается рулевого колеса Вопросов у меня к нему никаких не возникло Выглядит он соу-соу Вот если бы они убрали вот этот вот бы кусок, да Окружности И сделали бы руль вот такой вот бы Вот тогда было бы очень круто Очень было бы круто И смотрелось бы очень забавно Да? Да То, что мне не понравилось Это блок кнопок возле левого колена Почему не понравилось? Потому что, ну, постоянно, чтобы там что-то нажать Нужно туда заглядывать Ну, во-первых, это кнопка системы удержания в пределах полосы Ее не видно Она как раз скрывается за рулевым колесом Чтобы ее нащупать, нужно вот туда вот смотреть И вот кнопка отключения системы старт-стоп Кнопка отключения системы курсовой устойчивости Все это дело хотелось бы видеть где-то вот здесь А там бы оставили вот кнопку регулировки там фар И тот же самый кнопку открытия багажника Которые нам обычно нужны тогда, когда мы стоим на месте Поэтому вот этот блок мне не зашел Здесь у нас есть специальная площадка для беспроводной зарядки И это не просто площадка, это площадка еще и с вентиляцией То есть, если у вас какой-то глючный айфон Который постоянно вырубается, в отличие от андроида Вы его кладете туда и он там остывает И сразу же, конечно же, заряжается Целая куча USB портов и зарядок То есть, у нас там 12-ти вольтовая батарейка USB порт, специальный USB порт для зарядки Там у нас в провале ничего нема И здесь у нас еще сзади между дефлекторами Под дефлекторами обдува есть еще одна зарядка То есть, мы сегодня порастыкивали все наши девайсы по машине И заряжаемся В принципе, неплохо Что касается боковой поддержки Ее как таковой нет Но я готов со всей ответственностью сказать Что тачка немного провоцирует поозорничать Ну, хотя, опять-таки, нужно знать нас Мы любим озорничать на всем, чем угодно Вот, пожалуйста, поехал DAF XF 480 Мы на нем бы поозорничали, честное слово А что, если отцепить прицеп, чисто на голове поехать, угла раздать, да? Прикольно? 480 сил Почему бы и нет Итак, а что у нас с расходом изменилось? Вот мы в пробке стоим 9.1 Друзья, 9.1 Что касается топовых комплектаций У нас в топовой комплектации Может быть мотор 2.5 И он может быть с непосредственным Прыском, так называемый GDI Также трансмиссия на этих Автомобилях может устанавливаться В 8-ступенчатый робот С двойным сцеплением Такая штука у корейцев тоже есть Также в топовых комплектациях Может быть полностью LED оптика Причем LED оптика это будет адаптивная Что позволит вам не париться По поводу того, когда переключаться С дальнего на ближний Адаптивная оптика сделает все за вас Дальше в топ комплектациях Может быть адаптивный круиз контроль И если бы эта опция Была бы сейчас у нас То я бы не парился с нажатием На педаль тормоза Я просто бы отпустил педаль тормоза И автомобиль бы сам у нас плелся бы в пробке Также в топовых версиях Есть полный ассистент парковки И по заявлениям самого производителя Этот ассистент парковки Вообще самостоятельно Может запарковать вашу Сонату Но я бы честно говоря Этому не доверял товарищу Просто бы не доверял Особенно когда вы паркуетесь Возле дорогих тачек Что касается эргономики Вот то как продумано здесь все Ну мне нравится Во первых они сделали очень интересную тему Вот так вот для мобильного телефона Вы вот так вот поставили Ну это не для мобильного скорее всего телефона Но я бы эту штуку юзал именно бы так Во первых удобно брать И удобно хранить В принципе эта площадка тоже есть Но я думаю что тут бы могло быть целая куча Могла бы быть целая куча хлама Играет музыка Играет музыка друзья нас впереди с вами ждет связка поворотов и мне очень интересно понять как sonata проходит эти повороты вот этот подлокотник блин мешает я вам скажу честно мешает этот подлокотник если вы хотите куда-то правильно сгруппировавшись предварительно повернуть я имею ввиду в правую сторону более всего то конечно вам этот подлокотник будет мешать ну что вам скажу с кренами все достаточно неплохо но не фантастично но неплохо этот звук блин ну почему же вы тише нельзя сделать и подлокотник реально мешает нему надо реально привыкать хотя если вы более компактный нежели я возможно у вас никаких вопросов с этим подлокотником не будет так вот на торможении подвеска сработала не очень хорошо такая вибрация неприятная по салону пошла именно на торможении на зажатой подвеске но я вам так скажу до севика этому автомобилю далеко в плане управляемости я имею ввиду последний сивик который когда-то у нас был на тесте но тем не менее друзья вспоминая преды предыдущие поколения санат и киа когда эти тачки просто-напросто переставляла на дороге мы об этом говорили неоднократно то я вообще был под впечатлением но как такое может быть что при малейшем маневре на плохой дороге на стиральной доске скажем так вы можете просто-напросто переместиться на 2-3 метра влево-вправо ну ладно пусть я немного утрирую но тем не менее вот предыдущее поколение переставляла на дороге здесь с этим пока все нормально даже не нормально но как бы машиной даже немного провоцирует на елки-палки так так оттормаживаемся и абс у нас скользко сегодня да искать спортивный характер в тачке корейской с двухлитровым двигателем атмосферным mpi это конечно еще до забава но тем не менее почему бы и нет проселочная дорога так вот сейчас губу не оторвем у нас клиренс 155 миллиметров если я не ошибаюсь и нужно быть предельно аккуратным чтобы владельцу вернуть тачку одним куском а и сердечники могут вы сами знаете итак друзья мы покатались на этом автомобиле целый день какие выводы у нас по этому поводу созрели я могу сказать однозначно что мне эта тачка понравилась единственное что мне не понравилось в этом автомобиле это где-то как-то его цена мы знаем что да пустая camry стартует у нас где-то от 27 там вы не получаете ничего в нашем случае это уже очень вменяемая комплектация но за нее вам придется отдать более 30 тысяч долларов тем более имея на одометре уже 1600 километров возможно для меня эта цена не очень приемлема почему потому что я сам по себе не являюсь фанатом автомобилей такого класса мне больше нравится что-то брутальное что-то высокое либо более быстрое ну короче говоря вы в курсе поэтому возможно для меня эта цена и не есть приемлемой однако если вы ищите конкретно тачку такого класса если вы себе ищите д-сегмент который будет очень неплохо оснащен а я опять-таки напомню что это не топовая комплектация что в топчике там будет вообще жир и все будет до раха-бахата но если я повторюсь вы ищите именно такой вот седан д-класса то по моему sonata это очень неплохой выбор по крайней мере он очень модный друзья для вас как всегда старалась команда с рт будьте предельно внимательны за рулем не забывайте пристегиваться всего вам доброго и пока а Субтитры сделал DimaTorzok